Из книги «Открытым оком», том 26, тема «Лапкин книги», вопрос 3768. Вам подарили мобильник, и теперь ваша связь с отсутствующими еще более активной стала. Что на СМС? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только доброе, только духовного содержания. В ленте идут сообщения, и я их все до одного переписываю на всякий случай, сохраняю. Вот только что получил последнее. Добрый вечер! Простите нас ради Христа, и помолитесь о нас, чтобы Господь дал рождение свыше всем нам. 9 марта 2008 года. Дорогой отец, слушаю тебя каждый день в записях. Все твои благословения стараюсь исполнить, твои книги очень интересны. Пересылайте через дереван книги, ибо сюда почта из России не доходит. Читаем ваши книги, благодарим. Все здорово и правда. Послали вам письмо отец Наум в Белиси, 25 февраля 2008 года. Ваши книги, железобетон, никому и никакой кувалда их не разбить, но и жить по ним не смогут, а это будет набирать постепенно силу. Я так думаю, написать и издавать нужно, а то вздохнемся без святого слова и без обличения. Россия, 10 марта 2008 года. Отец Иоанн. За последние три месяца вообще я не потратил на мобильных ни рубля, денег нет, и свои желания дать ответ умягчаю тем, что получаю. Благодарю Бога за тех изобретателей, которые создали компьютеры и программы к нему. Я целыми днями сижу и печатаю и сам верстаю. С такой скоростью выпускать книги было бы абсолютно немыслимо раньше, когда не было компьютеров, при том расположение текста, шрифт какой. Все это я сам соображаю и манипулирую кнопками сам же. Это чудо и в том, что Бог посылает средства, и при том как раз столько, сколько и нужно на сегодня. Притча 13.7. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет. Другой выдает себя за бедного, а у него богатства много. Притча 38.9. Суету и ложь удали от меня. Нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом. Дабы, присытившись, я не отрекся от тебя и не сказал, кто Господь. И чтобы обеднев не стал красть и употреблять имя Бога моего Суев. Почему евреи и старики ум связали с тленным, а не вечным? Так еврей знакомый говорит, с ним сидим до звезд мы на крылечке. Я смотрю на тучи, в их разрыв, на мелькание звезд без звездопада. Слушаю, как друг мы, говорит, нашей дружбы закадычной ради. Строг он ревностен, почти самозабвенен. Молится со всхлипом он за свой народ. Жили бы они со мной в деревне, стал бы тем же дам он поперек. Все зависит от любви к Христу, все от ненависти давненько Иисусу. Там плоды садомские растут, и сознание сумрачное тускло. Нет, мой друг, еврей всегда умен, только ум без Бога злобой страшен. Где родился мудрый Соломон? Бог ему открылся развезряшно. Божий Сын явился в виноградне глупость в том, что распили его. И с тех пор их бьют все те же грабли. Этого не видит разве уж слепой? Кровь пророков попьет до ныне. Вот страшнейшая в евреевстве катастрофа. Кровь Христова на Талмуде стынет. Просчитали, словно бомжи крохли. Всю историю до нынешних времен, сидя с другом, слух перебираем. Ум злодейский числится умом, но без благодати не увидит рая. Знаешь, друг, пойди к пызраильтянам, возвести евреям о мессии. Бог усеял мир еврейскими костями, и голо оживить их не бессилен. 22 февраля 2008 года Игнатий Лапкин. Продолжение следует...